Здравствуйте! С вами Людмила и новый авторский рассказ нашего канала «Для души». Коленька, сыночек, ты меня слышишь? Женщина в возрасте недоуменно смотрела на экран новенького смартфона, подаренного мужем. Она никогда не любила эти новомодные технологии, а вот супруг всегда старался следить за тем, чтобы в доме была качественная современная техника. Женщина сопротивлялась до последнего, но аргумент «ты всегда сможешь увидеть сына, даже если он будет на другом конце страны» победил. Теперь любимый Колька улыбался ей с экрана и радостно махал рукой, но она все равно хмурилась. «Да, мам, слышу и вижу. Соскучился по вам с отцом. Как вы там? Не собираетесь в отпуск? Или, может, надо заехать в гости, помочь с чем-то?» – жизнерадостно отвечал парнишка. Несмотря на то, что его родители были весьма состоятельными и крайне редко просили помощи, он был готов добровольно приехать в любое время дня и ночи. «Да Бог с тобой! Все у нас прекрасно, миленький. Живем потихоньку. Отец дома почти не появляется, а теперь и ты тоже пропал совсем, работяги мои». Наполовину хвалила, наполовину упрекала женщина. «Да, извини. Давно не заходил, замотался. На днях заеду обязательно. Только не готовь ничего, пожалуйста, как в прошлый раз. Я ненадолго, скорее всего». Улыбнулся Николай, вспоминая мамины столы, ломящиеся от вкусностей по поводу и без. И ведь давно доставку придумали, а она все горбатится на кухне. «Ой, так ты сегодня и приходи. Чего откладывать лишний раз? Я так твою сестру уже месяц жду, а она все завтраками кормит. Собрались бы вдвоем, да приехали погостить. Хоть на пару деньков, как в старые добрые времена, а? Ты же в городе, аль, по командировкам катаешься?» Оживилась женщина, уже готовясь встречать любимого сыночка. «В городе, да. Ленку сам давно не видел. Она вроде у друзей тусуется. Постараюсь вечером заглянуть, если удастся часок-другой выкроить». Вежливо принял он приглашение и после непродолжительного разговора положил трубку. После окончания университета встречи с родителями перестали быть такими долгожданными и приносящими удовольствие, как раньше. Колька все больше ездил к матушке скорее из вежливости и уважения, чем от большой тоски. Работа отнимала много сил, а оставшиеся уходили на редкие встречи с друзьями и любимую девушку. Ларису он встретил еще три года назад, учась в университете. Тогда девушка была для него чем-то вроде глотка свежего воздуха. Она казалась безбашенной, оторвая хохотушкой, королевой вечеринок, готова веселиться ночи напролет. При этом ее поведение не было пошлым или навязчивым. Она не вешалась на других парней, не устраивала пьяные дебоши или истерики, не выставляла на всеобщее обозрение содержимое желудка и даже не оголялась, подобно другим тусовщицам. Именно этим Лариса и привлекла к себе внимание парня. Ему казалось, что она живет каждый день как последний, но при этом не выходит за рамки приличного. А еще ей не нужен был алкоголь для веселья. Одинаково комфортно и непринужденно девушка чувствовала себя как на вечеринках, так и в учебной аудитории. Сама Лара, напротив, всегда искала спокойного, воспитанного и интеллигентного парня, которому чужды шумные тусовки. Мальчишек, подобных себе, она навидалась за свою жизнь и испытывала к ним скорее дружеские, нежели романтические чувства. А Николай в первый же вечер показал себя поистине идеальным. Хорошо образованный, начитанный парнишка в круглых очках, сдержанный в суждениях и нескупой на комплименты. О таком, наверное, мечтали все знакомые девчонки. Он не засиживался допоздна в гостях, никогда не нарушал своих обещаний и не говорил лишнего на людях. С первого дня знакомства он дал понять, что без ума от Ларисы. Он нравился ее родителям, подкупив их той же добротой, открытостью и серьезным отношением к жизни. Ох, Коля, ты нам небесами послан, наконец-то Ларочка наша остепенится, успокоится хоть немного. А то с самой школы только и думает, что о тусовках до вечеринках, а дома-то ее почти не видели. А как ты появился, девчонку будто подменили, говорила матушка девушке, крепко сжимая ладонь парнишке. Точно, Николай, вы прекрасно на нее влияете. Избаловали мы ее, совсем без царя в голове была. А теперь одумалась. Учиться стало лучше, о работе серьезной заговорила, даже о браке с детишками начала думать. А я уж крест на ней поставил, думал, так и помру, не устроив ее счастья, поддакивал отец Ларисы. Мама самого Николая также любила обсуждать совместное будущее этой парочки. Она видела Ларочку непосредственной, позитивной и никогда не унывающей девчонкой, которая в ближайшем будущем могла стать невесткой. Еще поэтому Коля стал навещать ее все реже. Матушка каждый раз заводила разговор о женитьбе. И этот вечер не стал исключением. Коленька, ой, как ты изменился у меня. А как возмужал, подрос. А я будто вчера-то тебя вот так усеньким помню, когда под стол бегал от папки. А теперь посмотрите, что за богатырь. И плечи-то широкие, и грудь колесом. Радовалась матушка сыночку. Ты, как всегда, мам. Мы не виделись-то всего ничего. Я за это время не мог измениться. Да и созванивались утром. Ты же видела меня по видеосвязи. Улыбался парнишка. Да что там эта ваша связь? Непонятно ничего. Дай хоть вживую посмотрю, полюбуюсь. Кушаешь хорошо? А Ларочку свою кормишь? А то девчонка-то совсем точенькая у тебя. Того и гляди, ветром сдует. Женщина тут же переводила тему в любимое русло. Ларочка сама меня кормит, мам. Все у нее хорошо. Да и у меня тоже. Отнекивался парень. А чего же без нее приехал? А? Скрываешь чего? Уж не беременная ли она у тебя? Так ты не стесняйся. Покажи нам красавицу. Большой уж совсем. И детишек давно пора. А вы все чего-то тянете. Укоряла мама. Брось. Какая беременная, мам? Не накаркой. Мы еще даже не говорили на эту тему. Да и куда торопиться? Ей всего 22. Рано еще детей делать. Она хочет карьерой заняться. Только недавно повышение получила, умница моя. Работает с утра до ночи. Едва успевает высыпаться. Похвастался Коля. Карьера, шмарьера, глупости это все. Я вон тоже хотела работягой быть. Все стремилась куда-то. Сама утверждалась. И посмотри, что теперь. Руки болят, ноги ломят. А мне еще и пятидесяти нет. И все от работы этой проклятой. Нечего там девчонкам делать. Проблемы одни. Пусть лучше дома сидит. Быт устраивает. Все больше пользы будет. Уверенно заявила женщина. Ну, тут пускай уже сама решает. Меня любой вариант устроит. Если хочет работать, противиться не стану. Попытался оправдаться Коля. Это еще ладно, дело молодое. Но со свадьбой-то чего? Коля родненький. Три года уже по съемным квартирам мыкаетесь. А все как неродные друг другу. Может, уже пора завязывать? Может, нагулялись? Долго ли ей еще в девках ходить? Пойди уже все подруги венчаные. Она одна осталась. Не делая это. Начала мама любимую песню. Три года не такой уж большой срок. Многие и по десять лет живут. Только потом свадьбу играют. Или вовсе без штампа до старости ходят. И ничего. Уже нехотя отвечал сын. Переубедить маму в этом вопросе было невозможно. Ей казалось, что у нее есть железные аргументы. Да как же так? Мы с твоим отцом после года отношений расписались и до сих пор счастливы. И это он еще долго тянул резину. Мог бы сразу в ЗАГС отвезти. Да все деньги копил. Вы-то откладываете? Ежели нет, мы вам с папкой все устроим. Только скажите. Такую свадьбу отгрохаете. На зависть соседям. Не теряла надежду женщина. Откладываем, мам. Откладываем. Решил не переубеждать ее сын. А в душе тяжело вздохнул. Он в самом деле уже давненько откладывал энную сумму с каждой зарплаты. Но делал это как-то нехотя. Девушка и правда была подарочной. Не давала ни единого повода для ревности. Сама вкладывалась в общий бюджет. Не жаловалась на его постоянное отсутствие. Но что-то в голове ему мешало сделать ей предложение. Как будто он точно знал, что не будет после этого счастлив. Однако постоянное давление со стороны общества и особенно от заботливых родителей сделало свое дело. И этот разговор поставил последнюю точку. Пора было жениться. И чем скорее, тем лучше. На следующий же день Колька съездил в ювелирный магазин, выбрал кольцо и без долгих церемоний решил вручить его этим же вечером. Ох, и словами не передать, какой счастливой выглядела Лариса после заветных слов. «Выйдешь за меня?» «Я понимаю, долго тянул, обдумывал, деньги копил. Но ты терпеливо ждала, не попрекала никогда этим. Спасибо тебе», – проговорил он на одном дыхании и почувствовал, будто гора свалилась с плеч, когда услышал радостный виск. «Да, да, конечно, да, я согласна. Уи-и-и, Коленька. Я знала, знала, что это скоро случится. Даже с подружками недавно обсуждала. Они уж были уверены, что ты вообще не хочешь жениться. Я так рада. Давай расскажем родителям. Ой, и сфоткаемся. Хочу рассказать об этом всему миру». Ее глаза просто искрились настоящим, ничем не прикрытым счастьем. «Угу», – нехотя ответил парень, стараясь выглядеть таким же довольным. Родители с обеих сторон тоже были вне себя от счастья. Мама Ларисы слегка прослезилась, а Колина матушка вообще весь разговор стирала бесстыдно капающие слезы. «Ох, как же я за вас рада, как рада. Коля, когда будете жениться? Давайте выберем дату. Лучше всего летом, чтобы на улице побольше погулять. Или хотя бы осенью. Там природа такая красивая». «Ой, сыночек наконец женится, я просто не верю в это. Такой ты у меня пройдуха, ни словом не проговорился, а ведь на днях виделись. Настоящий партизан», – восхищалась женщина, стремясь обсудить все подробности торжества. В итоге пара решила, что хочет настолько пышную свадьбу, насколько вообще может себе это позволить. Лариса, как и положено юной девушке, мечтала о профессиональной фотосессии, видеосъемке во время самого торжества. Ее мать настояла на том, чтобы присутствовала живая музыка, поэтому был приглашен местный инструментальный коллектив. Мама Коли заверила, что знает лучшего в городе поющего Тамаду. «И хотя стоит он немало, а нас с мужем готовы выделить кругленькую сумму на свадьбу, поэтому о деньгах беспокоиться не нужно». «Мам, я же тебе говорил, что откладывал деньги. Нам на все хватит». «Свадьба все-таки один раз в жизни бывает, и я хочу, чтобы она навсегда запомнилась», – ответственно заявил Николай. «Это ты у меня умничка, конечно, весь в отца пошел», – радовалась за будущую семью женщина. Сам же Николай настоял лишь на том, что после росписи обязательно отвезет жену в незабываемое свадебное путешествие. Он знал, как нервно и хлопотно устраивать торжество, и надеялся хорошенько отдохнуть. Все вместе сошлись на том, что надо позвать побольше друзей и родственников, чтобы никого не обидеть, и отпраздновать, как и полагается по традициям, в большой и шумной компании. «И тетю Клаву из Тамбова не забудь позвать, она подарки хорошие дарит», – ввернула мама в конце разговора. Свадьба действительно обещала быть одной из самых пышных среди всех знакомых. Несколько месяцев Лариса вместе с Колиной мамой трудилась над тем, чтобы она вышла идеальной. Они на пару подбирали цветы, отыскали самое красивое платье для невесты, даже подобрали наряды подружкам и выбрали цветовую гамму для мужских костюмов. «Ой, Ларочка, у тебя такой хороший вкус! Тебе надо оформителем работать, а не этим менеджером среднего звена!» «Или, может, все-таки лучше домохозяюшкой?» «Вы так резко все решили? Ты часом не беременна?» – допытывалась до нее женщина. «Спасибо за комплимент, но пока все мысли только о свадьбе. Нам еще столько всего нужно решить. Сколько хочет мальчишник? Я его в последнее время почти не вижу, только на ночевки домой приходит». Он и правда почти не появлялся в их съемной квартире. Даже, можно сказать, несколько охладел к будущей супруге. Она никогда не была тигрицей в постели и раньше замечала, что Коле нужно куда больше интимной близости, чем ей самой. Он постоянно выдумывал какие-то эксперименты и чуть ли не каждый день уламывал ее на ласке. Лариса, напротив, была весьма зажатой в этом смысле. Она не понимала всеобщего восхищения сексом, что не могло не расстраивать будущего мужа. Но в последние месяцы мужчина, казалось, смирился с этой особенностью и вообще перестал требовать близости. И тогда уже сама девушка подняла тревогу. «Ой, Лар, вот уж не ожидала тебя такое услышать. Волнуешься и заводишься одновременно, да? Мне сейчас вообще не до того, сама же знаешь. На работе сплошной завал, скоро вообще там ночевать буду. Так что уж извини, но в другой раз». Вот и все его отговорки. Лариса не придавала этому особого значения до самого дня бракосочетания. Она поняла, в чем дело, только стоя возле ЗАГСа в ожидании своей очереди. Даже не так. Она бы и сама не осознала, да добрая подружка подсказала. Когда уже все гости собрались возле здания, и оставалось буквально 20 минут до момента Х, у Кольки вдруг зазвонил телефон. «Черт возьми, я отойду, ладно? Это по работе. Срочно надо ответить. Если очередь подойдет, зови». «Заодно и перекурю». «Давно так не нервничал». Бросил он супруги сквозь легкий поцелуй и удалился в укромное место. Точнее, он только думал, что вокруг никого нет, и совсем не заметил подругу Ларисы, притаившуюся за кустиком сирени. Девушка спешно поправляла поплывший от радостных слез макияж и уж точно не собиралась подслушивать ничего личного. Однако слова, прозвучавшие из уст жениха, напугали ее до мурашек. «Лара, Лариса, срочно идем со мной. Тебе надо это услышать. Ничего не спрашивай и не говори. Вообще, веди себя как мышка, а то спугнешь», – громко шептала ей в ухо подруга. «Что? Да что такое? Что за пожар? Куда ты меня тащишь?» – в тон ей отвечала девушка. К счастью, обе остались незамеченными и, задержав дыхание, прислушались к таинственному телефонному разговору. «Юль, Юль, ну что ты опять капризничаешь, как маленькая? Я же тебе миллион раз все объяснял». «Ох, ну что с тобой делать? Ну, конечно, я люблю тебя. Как может быть иначе? И что, что женюсь? Как будто это для тебя новость какая-то. Сама же помогала зал украшать. А теперь вбила себе в голову какую-то дурь. Тьфу!» – недовольно говорил жених. Ответа девушки, разумеется, не услышали, только поняли, что на том конце провода звучит знакомый женский голос. Лариса похолодела от пальцев ног до кончиков волос. Бледность проступила даже через толстый слой свадебного макияжа. Неужели это именно то, о чем она подумала? А Николай тем временем продолжал. «Ну и зачем ты мне в трубку кричишь? Юля, блин, сейчас не самое лучшее время. Ты прекрасно знаешь, где я и с кем нахожусь. Нас могут услышать». Тот парень обернулся в сторону ЗАГСа, но, не заметив ничего подозрительного, успокоился. Вокруг было так много других пар и приглашенных гостей, что его невеста легко могла затеряться среди них. Наверное, фоткается где-то. «Ты сама прекрасно знаешь, что я только тебя люблю». «Ух, нет, Лариса. Лариса – это другое. Я ее и не любил будто никогда». «Зачем я тогда на ней женюсь?» «Ну, Юль, а как ты себе это представляла? Что мы с тобой просто все раскроем и будем счастливы до конца жизни?» «Да мама никогда нас не примет. Она же чуть старше тебя. Отец будет орать, как ненормальный, а у него давление. Ну, ты и сама в курсе». За этим снова последовал долгий женский монолог из трубки. Коля терпеливо ослушал, не перебивая, а потом вдруг предложил. «Хорошо, я понял, чего ты хочешь. Давай встретимся сегодня». «Да нет же, глупая, ночью. Днем мы и так увидимся. Где ты, кстати? Почему тебя до сих пор нет у ЗАГСа? Вот любишь ты опаздывать. Езжай быстрее уже, а то это будет подозрительно выглядеть». «В общем, так, давай я к тебе ночью приеду. Сам разберусь, что Ларис сказать. Да может и не потребуется ничего. Увидимся. Да, и я тебя люблю». Лариса с подругой решили не дожидаться, пока жених начнет искать их, и быстренько отошли в сторонку, чтобы не вызвать подозрений. Девушка то порывалась накинуться на парня, начать выцарапывать ему глаза или делать что-то похуже, то потом как-то обмякла, опускала взгляд и глотала слезы в перемешку с соплями. «Лар, Лар, да послушай, дыши спокойно, вот так, вдох-выдох. Слезы нам сейчас точно ни к чему, лучше давай подумаем», – успокаивала ее подруга. «Подумаем, подумаем, блин, да что тут можно думать? Морда его об стол и всех делов, чтоб не повадно было. Каков наглец, прямо на свадьбе, прямо перед невестой. Он хоть сам слышит, что говорит? Как такие слова вообще могут вылетать изо рта перед ЗАГСом?» Кипятилась раскрасневшаяся невеста, пока подруга пыталась как-то подправить ее макияж. Тут у Ларисы быстро сложилась вся картинка. Стало сразу понятно, почему Коля так редко бывает дома, почему отказывается от близости. Ведь все оказалось так банально, ему просто было плевать на нее. Осознание этого ошеломило девушку и сделало ее решительнее. «Это все понятно, он козел, спору нет. Но что будем делать? Гости уже собрались, ресторан оплачен, да регистрация уже через минут 15. Надо как-то его проучить. Или наоборот, лучше не устраивать сцены перед всеми. А?» – неуверенно проговорила подруга. «Я знаю, что делать. Иди к нашей регистраторше, поговори с ней». И план привели в исполнение. Подруга быстро сбегала за сотрудницей ЗАГСа, объяснила ей ситуацию и чуть ли не на коленях просила об одолжении. Женщина долго отказывалась. Говорила, не по регламенту, нам не положено, разбирайтесь дома. Но в итоге вошла в положение и согласилась изменить часть торжественной речи. Когда их очередь подошла, на весь зал разнеслись слова. «Является ли ваше желание вступить в брак добровольным, обоюдным, взаимным и искренним? Жених, прошу ответить вас». Торжественным голосом говорила регистратор. «Да», – тут же выпалил Коля. «Есть ли в зале хоть один человек, кто против этого союза? Пусть скажет сейчас или молчит всю жизнь». Именно об этой ремарке попросила подруга невесты. «Да, у меня есть возражение», – подала тонкий голос невеста, и все хором ахнули. «Да что она такое творила?» Родители, казалось, были в абсолютном шоке. А Ларочка смело вышла вперед, и с каждым ее словом голос приобретал все больше уверенности. Она объяснила, что сама беззаветно любит будущего мужа и с радостью бы обменялась с ним кольцами. А затем сказала то, что выяснила несколько минут назад. Оказалось, он обманывал ее все эти годы. «У меня есть более достойная кандидатка на роль невесты, поприветствуйте же ее». И с этими словами девушка быстро нашла в толпе ту самую Юлю и под протестующие возгласы вывела девушку к алтарю, а затем уже под полный хаос удалилась. Она слышала, как Коля кричит что-то вслед, как беснуется толпа, как плачут родственники, но сама была готова рассмеяться от счастья. Кто бы мог подумать, она чуть не вышла замуж за этого человека, чуть не совершила главную ошибку в жизни. Уже потом, в более спокойной обстановке, она объяснила близким, что случилось на самом деле. Оказалось, что Коля чуть ли не с детства был влюблен в замужнюю подругу своей матери, хотя и встречаться они начали лишь год назад. Ее в силу возраста и семейного положения не приняла бы семья жениха. Да и общество бы не приняло, поэтому Николай решил, что прикрываться браком с Ларисой – гениальный план. Конечно, новоявленную парочку не расписали в тот же день, но Лариса уже потом слышала, что Юля развелась с ненавистным мужем, и они с Колей все-таки поженились, а родителям пришлось принять выбор сына. Он даже пытался связаться с бывшей невестой, слал цветы, благодарил за честность, несколько раз извинялся, но она уже не хотела его слушать. Да и зачем? Что бы это изменило? Горевать не хотелось. Хотелось радоваться, что узнала все до того, как сказала заветная «да» в ЗАГСе. На потраченные деньги было плевать. А еще вдруг до боли захотелось начать новую жизнь, в которой не будет места обману, недомолвкам и подобным Колям.